Здравствуйте! Это итоги, прошедшие в Ростовской области недели. В студии Всеволод Гимбут смотрите в этом выпуске. Вакцинация набирает обороты, но к некоторым районам есть претензии. Итоги заседания штаба по борьбе с COVID-19. Магазин за прививкой. В Ростове открылся первый мобильный пункт вакцинации. 10 лет в режиме боеготовности. Противопожарная служба Ростовской области отметила юбилей. Есть бизнес-идея, но нет финансовых возможностей ее воплотить. Соцконтракты для предпринимателей Орловского района – реальная мера поддержки. Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается на Дону. При этом набирает обороты массовая вакцинация. Хотя ее организации есть вопросы к главам некоторых городов и районов области. Об этом говорили на очередном заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вакцина есть, желающие привиться тоже, но привитых не так много. Например, Волгодонск получил 3700 доз, а провакцинировал 1162 человек. Это чуть больше 31%. Также еще в ряде городов и районов области. Такая ситуация недопустима, отмечает губернатор, и поручает разобраться в ней в кратчайшие сроки. Лично глава вместе с руководителем управления образованием или с заместителем, который этим занимается. А все остальное, извините, детский лепет. Есть вакцина, есть желающие, и вдруг проценты ниже половины. Что это за работа такая? Но есть и лидеры массовой вакцинации. Например, Ростов и Новочеркасск. В целом в области отмечается тенденция к снижению заболеваемости ковидом. Как следствие, уменьшение заполняемости госпиталей. Часть из них переходит на прежний, допандемийный режим работы. Возобновляют плановую и другие виды медицинской помощи. При этом нельзя забывать о правилах биологической безопасности, напоминает глава Роспотребнадзора на фоне снижения количества заболевших ковидом у нас остается достаточно высокая доля еще бессимптомников и возможные заносы. Как мы помним, в начале пандемии это было, в начале лета и осенью. Нам необходимо принять все меры для того, чтобы в начавших работать в обычных условиях медицинских организациях не было вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом решения по снижению коечного фонда должны быть просчитаны до мелочей с учетом всех возможных вариантов развития ситуации. Маршрутизация, все должно быть спрогнозировано. Тактика, как я уже говорил неоднократно, только выверенная. Чтобы потом не приходилось заново открывать. Нужно учитывать наши шаги не на шаг вперед, а на несколько шагов вперед. Василий Голубев напомнил, что масочный режим на Дону никто не отменял и контроль за соблюдением санитарных ограничений продолжается. Валентина Малащицкая, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первый мобильный пункт вакцинации от ковид-19 открылся в Ростове-на-Дону. Площадку предоставил торговый центр на проспекте Малиновского. Пункт вакцинации организован силами городской больницы номер 20. По предварительной оценке, он способен принять до 200 человек в день. Первая дается сертификат, что сделана первая вакцина, вторая вакцина делается автоматически. По предъявлению этого сертификата. Через 20 дней после личной привычки. Как добавили представители администрации Ростова, подобные пункты вакцинации могут появиться и в других торговых центрах Южной столицы. Если поликлиники не будут справляться с потоком желающих, привиться от коронавируса. Новая областная инфекционная больница будет самой большой на юге России. Общая площадь 13 гектаров. На место стройки приехали представители власти и общественности, когда сдадут социально значимый для региона объект в сюжете наших корреспондентов. В лечебно-диагностическом корпусе вовсю уже идут отделочные работы. По сути, остались потолки. Они будут по последним требованиям абсолютно герметичные. Постелить линолеум и установить двери. Палаты будущей инфекционки – почти однокомнатные квартиры, 18 квадратных метров. У каждой свой автономный вход, санузел и окно для передачи пищи. Здесь смогут принимать пациентов с любым инфекционным заболеванием, любой степени патогенности. Потому и в каждой индивидуальной палате свой кислород и автономная вентиляция. Вирусу не пробраться даже по ней. Таких боксов Мельцера здесь 200. А вся территория корпуса – 25 тысяч квадратных метров. Здесь будет пять блоков. Приемное отделение, самая большая в регионе реанимация, огромная лаборатория, которая по мощностям будет способна закрыть потребности практически всей области. Сейчас мы фактически уже осуществляем работу совместно с медиками. Медики, соответственно, смотрят это. Мы разработали план по передаче помещений для медиков, которые займутся уже оснащением больницы необходимым медицинским оборудованием. Нормативный срок проектирования и строительства таких объектов три года, поясняет общественнику замминистра. Но в нынешних коронавирусных условиях времени на формальности не было. Поэтому решили начать строить в непривычной последовательности стандартных процедур. В этом помогли новшества в законодательстве, которые появились в начале прошлого года. Они позволили в одном контракте предусмотреть и проектирование, и строительство одновременно. Для нашего региона такая практика впервые. В итоге спроектировали за три месяца вместо года. В июне начали строить, а заключение госэкспертизы получили в ноябре 2020. Стоимость объекта сейчас приводится с ней в соответствие. Расчетная цена была определена в сумме 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Положительное заключение экспертизы мы получили в ноябре 2020 года. И сметная стоимость проектирования, а также стоимость строительно-монтажных работ достоверно была определена органом государственной экспертизы и утверждена заказчиком в сумме 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Строительного эксперта-общественника масштабы стройки удивили. По темпам строительства и материалам вопросов не возникло. Здесь нет ни старых технологий, ни старых материалов. Это все сделано по современным требованиям, по современным нормам, с использованием самых современных материалов. И именно это позволяет мне сделать вывод, что это будет, наверное, лучшая инфекционная больница в нашем городе и за его пределами тоже. Финансированием объект, уверен замминистра, полностью обеспечен. Закончить строительство новой инфекционки обещают в мае. Над этим каждый день трудятся больше 700 человек. Валентина Малащицкая, Максим Шапошников, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Ростовское управление здравоохранения может возглавить Ольга Мельникова. Ее кандидатуру на рассмотрение в Гордуму внес сити-менеджер Алексей Лагвиненко. Заседание состоится 24 февраля. В настоящее время Ольга Мельникова исполняет обязанности руководителя Горздрава. Напомню, ее предшественница Надежда Левицкая уволилась в октябре прошлого года. Подготовить поэтапный план создания инженерной инфраструктуры для восточного района Новочеркасска потребовал губернатор на совещании в правительстве. Этот район города – территория перспективного развития. В нем уже розданы 426 участков многодетным семьям. Также запланирована комплексная застройка. Многоквартирные жилые дома, 4 школы, 5 детсадов, больницы скорой помощи, две поликлиники, два физкультурно-оздоровительных комплекса и другие социальные объекты. Но для их воплощения нужны инженерные коммуникации, сети вода, энергии, газоснабжения, канализация, а также дороги. Инженерку надо решать быстро. От этого будет зависеть привлечение туда всех других возможных инвесторов и так далее. Такие территории должны быть полностью обеспечены всем необходимым для жизни человека. На строительство инженерной инфраструктуры потребуется больше 2 миллиардов рублей. Проектная документация уже разработана, но ее нужно скорректировать. Подготовить согласованную дорожную карту с уточненным календарным графиком губернатор поручил до 1 апреля. Работы планируется выполнить в несколько этапов до конца 2024 года. Почти в два раза выросла киберпреступность в регионе за год, а вот разбоев, грабежей и преступлений среди несовершеннолетних наоборот стало меньше. В обоих случаях без пандемии не обошлось. Не обошлось и без поправок Конституции на очередном заседании Донского парламента. Поправки Конституции меняют областной закон о прожиточном минимуме. Считать его будут по-новому, не по старым нормам, а по фактическому потреблению. Сейчас в Москве готовят новую схему расчета. Из нее уберут потребительскую корзину. Придумали ее в 90-х, но сейчас она тормозит рост прожиточного минимума. Пандемия коронавируса в интернете ведет себя не лучше, чем наяву, отмечают на заседании Донского парламента. За год в регионе почти в два раза выросло число краж с банковских карт и электронных счетов. Депутаты нашего парламента предложили законодательные ловушки для цифровых преступников. Госдума поддержала. Сейчас проект проходит чтение. У разбоев, грабежей, преступлений среди несовершеннолетних на Дону, наоборот, заметный спад. Здесь, к слову, тоже пандемия помогла. А вот изменения в законе об областном прокуроре связаны уже с поправками к Конституции. Раньше его назначал президент после консультации с субъектом. Теперь это право регион отдает Совету Федерации. Буквально за несколько минут до нашей пресс-конференции мы получили по каналам связи указ президента Российской Федерации о назначении нового прокурора Ростовской области. Им назначен Просков Роман Сергеевич. Также Донской парламент одобрил обращение в правительство страны, чтобы у экспортеров стройматериалов было больше транспортных субсидий. Они крупные налогоплательщики в Ростовской области. И все-таки главное законодательное нововведение проект о детях-инвалидах. Они теперь без очереди получат медпомощь во всех бюджетных больницах и поликлиниках области. Артем Тарасов, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону. И вот что вы увидите во второй части выпуска. Тысячу мегаватт в час. Ветроэнергетические установки вышли на новый уровень мощности. Есть бизнес-идея, но нет финансовых возможностей ее воплотить. Соцконтракты для предпринимателей Орловского района – реальная мера поддержки. Десять лет в режиме боеготовности. Противопожарная служба Ростовской области отметила юбилей. Центр арминоведения открыт при Институте регионоведения и социологии Южного федерального университета. Презентация прошла в музее вуза. Его задачи – научно-исследовательская работа и образование. Эксперты будут изучать проблемы развития армянского языка, истории и культуры армянского народа. Очень важно сегодня понимать о том, что на Донской земле и в Южной Федеральной Монку проживает очень много народов. И очень важно сохранить те внутренние корни, традиции. Познание этого дает возможность расширить круг нашего своего образовательного уровня для всех национальностей. Многогранная связь наших многолетних отношений, она требует все-таки исторического повторения. Надо что-то вспомнить, что мы забыли. И больше того, это многогранные отношения, которые позволят выстроить вектор наших отношений на новый виток. В научной работе ЮФУ поможет армянская община. Задача центра – это экспертно-научно-образовательная поддержка обучающихся в Южном федеральном университете, развитие многостороннего сотрудничества с университетами Армении, научными центрами Академии наук Армении. Южный федеральный университет и Ереванский государственный университет будут сотрудничать в рамках этого проекта. Это уже как бы выходим на международный аспект, который даст хороший стимул и будет продолжать традиционно теплым дружеским отношением между Республикой Армении и Российской Федерацией. 1000 мегаватт ежечасно. На такую мощность вышли производители зеленой электроэнергии благодаря использованию продукции таганрогской компании «Башни ВРС». Предприятие – ведущий производитель башен ветроэнергетических установок в России. В этом лично убедился министр промышленности региона. Изготовлена 267-я башня общей установочной мощностью ветроэнергетики 1000 мегаватт. И это не предел. Это только 50% от того, что сделано, рассказывает директор компании. Большее количество башен установлено в нашем регионе, и это более 400 мегаватт электроэнергии. Мы движемся вперед. Мы уже в этом году осенью планируем освоить чуть-чуть другую модель башни. А вообще в перспективе мощность наших башен будет расти. И вот сейчас она 4,2 мегаватта. Думаем, что мы в ближайшее время, это 22-й год, наверное, перейдем на 6-мегаваттную башню. Стальная башня ветроэнергетической установки может достигать 120 метров, а в диаметре до 4,5. Вес ее почти 270 тонн. Вот с таких стальных листов начинается создание башни. Здесь их вальцуют. Получается такая часть, которая называется обечайки. Их собирают в секции, а уже из этих секций собирают башни. Производство делится на две зоны – белая и черная. Черное – грязное производство. Это видно и по цвету обечайки. А это уже белая зона. Здесь идет чистая работа. Несколько слоев наносится защитное покрытие. Оно должно прослужить 25 лет. После покраска и механические работы внутри будущей башни. Готовые секции хранятся 2-3 месяца здесь же, пока готовится площадка под башнем. Ростовская область занимает первое место по установленной мощности ветрогенерации в стране. В регионе создано три крупных предприятия-производителей комплектующих для ветроэнергетики. И вот одно из них – Таганрогское. И они в первой стране выпустили такое количество – 1 гигаватт, башни для энергетики в 1 гигаватт. И это присутствуют испанские коллеги, наши партнеры. Это успешный пример международного сотрудничества. Это успешный пример специального инвестиционного контракта. Зеленую энергетику на Дону развивают не первый год. Это позволяет региону привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Елена Ребжанова, Анна Туполева, ДОН-24, Таганрог. В Сальске началось строительство канализационного коллектора. Проект должен обеспечить водоотведение для микрорайона Капустина на улице Аэродромной, где выделены участки под строительство домов для многодетных семей. Будет насосная станция перекачивать стоки на школьную площадь. Там будет постоянная врезка, и туда будут сбрасываться все хозбытовые стоки. Начинается она от кафе «Наш двор», вот это первый будет колодец, и пойдет на улицу Егорлыкская. Общая стоимость работ – 181 миллион 290 тысяч рублей. Средства поступили из областного и местного бюджетов. Контракт с подрядчиком был заключен еще в марте 2020 года, но из-за пандемии работы начались только в январе текущего. Реконструкция шести автодорог Ростовской области закончится в текущем году. Об этом сообщает сайт регионального правительства. В планах на 2021-й завершение ремонта трасс Азов-Александровка-Староминская, двух участков Ростов-на-Дону-Ставрополь в Песченокопском районе и низководном мостовом переходе на подъезде к хутору Гуреев в Дубовском районе. Также на трассе Ростов-Ставрополь будут созданы два моста. Помимо этого запланированы работы по строительству северного обхода Ростова двух участков трассы Миллерово-Вешенская, подъездные дороги к атомной станции. При реконструкции участков трасс Ростов-на-Дону-Семикаракорск, Волгодонск в Оксайском районе и шахты Владимировская в Красносулинском районе будут обустроены два поста весогабаритного контроля. Перекрасить волосы или обучиться рукопашному бою. У жителей поселка Орловский появилось сразу два новых места притяжения – спортзал и прикмахерская. Воплотить свои бизнес-идеи в реальность начинающим предпринимателям помогли и социальные контракты. Это пока разминка, спарринг будет жестче. Ведь теперь у ребят есть защитная экипировка и манекены для отработки ударов. Все это тренер по рукопашному бою Роман Беденко купил благодаря соцконтракту. Но даже став бизнесменом, он по-прежнему нацелен на спортивный результат. В сельской местности не везде есть спортивные залы. В мое время их было немножко. Сейчас мы стараемся развивать, помогаем ребятам заниматься, выезжать на соревнования, добиваться каких-то успехов. Неудивительно, что такого тренера в родном поселке уважают даже те, кто не собирается строить спортивную карьеру. Например, 18-летний Алексей Голуб сюда приходит поддержать форму, которая, по его мнению, необходима будущим защитникам Отечества. Тренер отличный. Не сказать, что он дает послабление. Он гоняет специально, чтобы мы понимали, как это будет в будущем. Это нам же нужно. В армию пойдем, все, пригодится физическая подготовка, чтобы мы были готовы. Надо, конечно, дает отдохнуть, но не очень долго. Если мужчинам важна сила, то женщина сражает красотой. Поэтому бизнес-проект салона красоты Галины Кузьминовой тоже был одобрен в местном отделе соцзащиты. Здесь мне в СССР предложили, сказали, что есть такая программа, которая помогает начинающим предпринимателям. Я купила мебель в БУ, правда, но все равно мы купили достаточно мебели, чтобы было удобно здесь, комфортно. И расходные материалы, которые, в принципе, всегда необходимы для любого мастера. Адресная помощь в виде социального контракта в Орловском районе оказывается с 2013 года. Общая сумма финансирования составила 8 миллионов рублей. Такой мерой социальной поддержки воспользовалось в нашем районе 137 семей. Из них 16 многодетных семей, имеющих трое и более детей. Эта мера финансовой поддержки позволяет многим гражданам, многим семьям увеличить свой доход. Кроме студий красоты и фитнеса, жители района используют денежные средства для развития парниковых хозяйств, разведения сельскохозяйственных животных, а также для открытия автомастерских, ателье по пошиву одежды и ремонту техники. Противопожарной службе Ростовской области исполнилось 10 лет. Есть сотрудники, которые на службе с самого начала. Собраться на выезд меньше, чем за минуту и, быть может, спасти жизнь человека. В таком режиме донские пожарные работают круглые сутки. Александр Разумный – первый сотрудник первой пожарной части в области. Причем изначально пришел работать водителем. Но после двух лет появилось желание быть еще полезней. После обучения стал пожарным. И вот уже 10 лет по тревоге готов выехать незамедлительно. За долгую карьеру бывало разное. Но один случай запомнился особенно. Знаете, я помню свой выезд, когда я был в роли водителя. Вот он запомнился, потому что этот выезд был не по телефону нам поступил сигнал, а девушка с соседней, даже с нашей улицы, молодежной, прибежала ночью со словами, что у нас горит дом. На службе пожарность с 8 до 8. Если за сутки ни одного вызова, это уже хорошо. Обычно звонков поступает много. Эта пожарная часть в поселке Рассвет появилась еще 10 лет назад. Тогда вместе с донскими спасателями ее открывал министр обороны Шойгу. 21-я пожарная часть, водитель Сиренко. За время работы противопожарной службы области сотрудники на место ЧП выехали 125 тысяч раз. Спасенные жизни, дома, имущество, помощь сотрудников переоценить сложно. В 2008-м областные пожарные части вошли в состав системы МЧС России. Но уже через два года в регионе была создана своя противопожарная служба, и сегодня ей исполнилось 10 лет. Мы применили модульную систему их строительства. Это удешевляет, во-первых, проект, во-вторых, уменьшает сроки их возведения. Причем основная часть финансовых средств тратится не на их строительство, а на оснащение. Это техника, оборудование, зарплата людей. Только за 2020-й в области открыли четыре новые пожарные части. Всего их 45. Отбор в команду очень серьезный. Выбирают лучших из лучших. Учитывая специфику работы, условия стараются создать максимально комфортные. Пожарная часть в микрорайоне Платовский – одна из новых, и здесь место нашлось не только рабочим кабинетам. Это работа тяжелая. Людям надо где-то отдыхать. Поэтому у нас есть и спортзал, и комната психологической разгрузки. Также у нас современная столовая, где люди могут в комфортной обстановке. У нас плит-системы в каждом помещении установлены. То есть летом у нас прохладно, зимой у нас не холодно. Сотрудники пожарных частей выезжают не только на пожары. Ликвидация заторов, падение деревьев, ДТП – все это тоже зона их ответственности. Сейчас личный состав пожарной службы – это 500 человек, которые всегда готовы прийти на помощь. Кстати, населенных пунктов, которые охраняют сотрудники, тоже символично – 500. И вот что вы увидите в выпуске далее. Легендарный кинотеатр или современная гостиница. Власти Донской столицы спорят с инвестором из-за участка в парке Горького. Доступно всем. Воспитанники Новочеркасского психоневрологического интерната выступили на всероссийских соревнованиях. В Ростове-на-Дону на месте бывшего кинотеатра «Россия» разрешили построить гостиницу. Законность смены видоиспользования земельного участка была подтверждена арбитражным судом. Однако городские власти решили оспорить это решение. Что может появиться на Пушкинской 52, узнала Елена Сарксян. На сегодняшний день территория бывшего кинотеатра «Россия» выглядит так. Установлен синий забор по периметру, а за ним – руины, которые остались от исторического здания. По словам ростовского архитектора, до революции на этом месте располагался театр. А после Второй мировой войны Леонид Эберг запроектировал и построил здесь один из первых панорамных кинотеатров в России – здание эпохи раннего модернизма. Это здание просуществовало с этой функцией, потому что оно стало широкоформатным кинотеатром. Оно просуществовало до начала нулевых. А впоследствии было заброшено, переходило из рук в руки. И в конечном итоге его собственники в силу ветхости конструкции решили здание снести и на его месте построить нечто новое. Сергей Алексеев считает, что это было и есть ценное место для города. Поэтому со своими студентами они уже успели разработать более 20 проектов его реконструкции с разными функциями и архитектурными решениями. Центр нуждается в парковочных местах, безусловно. И мы решали так, что нижний уровень у нас полностью под всем зданием будет парковка, а выше располагали различные функции, в том числе и школу джаза Кима Назаретова, вот в первой части комплекса. На месте руин жители Ростова хотят видеть разные объекты. Некоторым важно, чтобы восстановили облик старого кинотеатра «Россия». А кто-то предлагает придумать нечто новое. Я считаю, что это потеря. Его нужно восстанавливать в том виде, в каком он был. И он был очень красивый, он был с колоннами, он был такой очень могущественный. Туда ходили еще мои молодые мама и папа. И в конце каждого сеанса, вот последний был сеанс, перед этим сеансом полчаса всегда играла живая музыка, джаз. Я вот буквально сейчас прохожу мимо этих руин, да, и вспоминаю, когда мы посещали этот кинотеатр. И подумала о том, что хорошо бы, если бы в парке Горького был кинотеатр. Не застала еще кинотеатр этот, но уже застала, когда здесь ничего не было. Но, наверное, хотелось бы, чтобы что-то связанное с животными здесь построили. Знаете, потому что все-таки очень много развлекательных центров, очень много гостиниц у нас в городе. По словам представителей администрации Южной столицы, изначально на этой территории разрешалось строить только киноконцертные комплексы. Но собственники участка обратились в региональный Росреестр с просьбой изменить вид использования земельным участком на размещение гостиниц. Как только администрация города увидела, что инвесторам был изменен вид целевого назначения земельного участка, Департамент имущественно-земельных отношений города обратился с иском в суд о восстановлении прежнего назначения земельного участка. И суд нашу просьбу удовлетворил. То есть вид целевого назначения земельного участка был возвращен на кинотеатр. Однако собственник земли подал жалобу. Владельцы участка вернули возможность построить гостиницу. Однако пока ждут мотивировочные части суда. Как только будет опубликована мотивировочная часть решения суда, мы либо обратимся в Верховный суд с иском о восстановлении назначения земельного участка, как киноконцертные комплексы, кинотеатры, либо же обратимся с новым иском к инвестору. Светлана Камбулова рассказала, что уже был проведен ряд встреч с инвестором. И он заверяет, что на этом месте будет возведен все-таки киноконцертный комплекс, как изначально и предполагалось по договору между собственником и Департаментом земельно-имущественных отношений. По словам заместителя главы администрации, владелец участка заверил, что будет выполнять условия, которые прописаны в договоре. Но сначала ему предстоит погасить все имеющиеся перед муниципалитетом долги. А это более 10 миллионов рублей. Елена Сарксян, Артем Черных, Юрий Друзякин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Больше тысячи бойцов будут работать в 16 крупных организациях ДОНа. Труд студентов важен для уборки урожая, строительства соцобъектов, возведения мостов. Лучшим студенческим отрядом Ростовской области по итогам 2020-го признан студотряд «Марио ДГТУ». Ему вручено переходящее знамя губернатора. Отряд «Победитель» в прошлом году работал на севере страны, на Всероссийской студенческой стройке. Помогали возводить крупные промышленные и инфраструктурные объекты. Мы жили в палатках, это без выходных работы, 12-часовый рабочий день. Строили нефтегазоконденсатное месторождение, заводы в основном. По традиции в День российских студенческих отрядов лучшему вручают переходящее знамя губернатора. Отряд у нас молодой, у нас только две целины было, поэтому даже не знаем. Как бы стремились на это, все делали для этого, но значит повезло, постарались. Парни заслужили. Всего же в прошлом году на разных объектах работали почти две с половиной тысячи бойцов. Пандемия трудовой семестр не сократила. Наоборот, появились новые направления. Очень большое количество проектов было посвящено в том числе и волонтерской работе в плане пандемии, решению подобных вопросов, трудностей и так далее. Но за эти годы я, так как педагог, прежде всего участвовал в работе с детьми, в помощи в детских домах. А еще студенты помогли переоборудовать один из корпусов Новочеркасской горбольницы номер один под моногоспиталь. Трудились в оздоровительных лагерях, отелях Черноморского побережья, поездах дальнего следования и, конечно, на донских полях. Тот опыт, который получает сегодня студотрядовец, он колоссальный. Это не только опыт работы, опыт навыков, может быть, даже иногда и выбор профессий, но и прежде всего опыт верных друзей, которые рядом. Сегодня в составе студенческих отрядов Ростовской области почти пять тысяч бойцов. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Система 112 должна быть полностью доступной для слабослышащих людей. Так считают депутаты Донского парламента, представители Центра информационного обеспечения безопасности, Министерства труда и социального развития, а также общественники. В Ростовской области проживает более пяти тысяч глухих и слабослышащих людей. Совершить экстренный вызов по телефону эта категория граждан не может. И для них организовали прием звонка посредством СМС-сообщений. Все они могут, тем более сейчас все это видно по монитору. Вот почему они... Татакированные под них еще? Так, конечно. И сейчас вот как раз речь и шла, что под них тоже нужно это дело более расширять, чтобы они могли как равноправный, так сказать, гражданин, без всяких физических изъянов, участвуют в работе вот этого, нашего системы 112. В прошлом году системе 112 исполнилось 4 года. За это время принято более 13 миллионов вызовов. Только в 2020 году операторы обработали почти 4 миллиона обращений. Часть из них это вызовы по вопросам коронавирусной инфекции. Благодаря вот этой системе 112 у нас не только в Ростовской области, а по всей даже России это прошло более мягче, скажем, чем в других государствах. Активная идет работа по взаимодействию службы 112 с новой автоматизированной системой скорой медицинской помощи. Это позволит всем диспетчерам работать в едином интерфейсе и сократит ожидание ответа до 8 секунд. Успешно выступить в забеге на снегоступах, хотя тренировки проходили без снега, уже достижения. Тем более для ребят из Новочеркасского психоневрологического интерната. Его спортсмены впервые представили Ростовскую область на Всероссийской специальной олимпиаде по зимним видам спорта в Казани. В этом интернате 22-летний Михаил Гуся в третий год. Как и другие здешние обитатели, которым позволяет здоровье, он ни дня не проводит без спорта. Любит настольный теннис, дартс, боча, футбол. А недавно освоил бег на снегоступах и сразу на соревнования в Казань. Причем, по словам тренера, времени и погоды для подготовки практически не было. Посмотрели тренировки по снегоступам, но они особо ничем не отличаются от тренировок, которые в легкой атлетике. Ну и вот нам еще повезло, что неделю выпал снег. И к нам пришли вовремя, как раз когда выпал снег, нам пришли снегоступы. И мы с ребятами неделю занимались здесь на улице. По сути, неделя на подготовку. А результат на Всероссийской специальной олимпиаде по зимним видам спорта мог бы быть отличным. Если бы не досадная случайность. Я первую стометровку начал бежать. Я вырвался вперед. Я бежал первым. Сзади меня все остальные бежали. Я заходил на второй круг 100 метров. Но здесь такая ситуация, что у меня слетел снегостоп, и я упал. Меня другие люди обогнали. И как бы вот так вот у меня получилось. Зато Екатерина Задорожная в своей номинации лидировала. И заслуженная золотая медаль вдохновила спортивную девушку на новые победы. Я сама не ожидала, что я так выиграю в первое место. Побежала и думала. Просто не знала, что я первая побегу. Я буду спортом заниматься, идти до конца, не останавливаться. Буду побеждать в Ростовской области. На Дону регулярно проводятся различные соревнования между командами всех 14 психоневрологических интернатов. И это важная составляющая государственной программы «Доступная среда». В рамках этой программы одним из основных мероприятий по реабилитации инвалидов, по адаптации их в социум, по мотивации их на здоровый образ жизни является и спортивные занятия. Сегодня в Новочеркасском интернате проживают более восьми десятков человек с ментальными нарушениями. Кроме физической формы, здесь уделяют внимание и вполне бытовым вещам. Учат воспитанников готовить, обслуживать себя, обращаться с деньгами и, конечно, жить в мире с окружающими. Наталья Самойлова, Владимир Трофимович, Дон-24, Новочеркасск. Профессиональный праздник отметили на минувшей неделе орнитологи. На Дону есть те, кто помогает беречь популяции разных видов птиц от вымирания. Подробности в следующем сюжете. Наука о птицах или орнитология зародилась еще в 16 веке. Но отмечать День орнитолога в России стали относительно недавно – 38 лет назад. С тех пор, 19 февраля – профессиональный праздник любителей птиц. Орнитолог изучает анатомию птицы, содержание в неволе и в естественной среде обитания. А также пересчетом поголовья перелетных птиц, краснокнижных и других видов. Птицы являются важной частью экосистемы нашей планеты. И исчезновение одного из видов способно привести к глобальным последствиям, разрушающим систему пищевой цепочки. Уберечь популяции разных видов птиц от вымирания помогает деятельность орнитолога. Большую часть времени они анализируют собранные в результате обхода данные. Мой день проходит, прежде всего, с обхода своего отдела. Я прохожу, осматривая всех своих птиц. Мне нужно пройти, просмотреть на наличие, не заболела ли птичка, как она себя чувствует, остался ли там корм, допустим, с вечернего кормления. Также потом начинается у нас кормление, поение, уборка. Помимо орнитологов-профессионалов, тех, кто с высшим образованием в сфере биологии, зоологии или ветеринарии, есть и орнитологи-любители. Геннадий Пикин, например, с детства увлекается разведением голубей. За 40 лет жизни бок о бок, а вернее рука к крылу, любовь к пернатым у него стала только сильнее. Самое интересное, я считаю, что это голуби, в моем понятии. Не рыбалка, ничего. Рыбалка-то, голуби-то. Именно то, что для души, для сердца. Для любителей пернатых в ростовском зоопарке представлено 146 видов птиц. 23 разновидности занесены в Красную книгу. Такой была прошедшая неделя в Ростовской области. Еще больше новостей на сайте don24.ru и в наших социальных сетях. В студии был Всевлад Гимбут. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»